даунтауне даунтауне находимся так красиво we have similar like this one ресторан наверху вот там город небольшой окей 70 тысяч жителей всего-то всего-то высотных домов здесь нет вот такой даунтаун маленького города но пляж хороший как мы видели я пляж хороший очень красивые дома богатые то есть люди селятся в хорошем месте но городок небольшой рыбный запах так это мы вышли на канал сейчас посмотрим что там частные дома ничего особенного вот этот белый на проложду стоит или это бизнес это бизнес как озеро такое небольшое фонтанчик вот так красиво вот так дома около озера такая вода темная кстати ну в реках озера вода не чистая она чистая но она же с этим зеленью птичек сколько беленькие для ноября месяца красиво такая бриз оттуда свежий такой воздух хороший 24 ноября сегодня у нас в кем и и и и и и и и и покрашена так все краской покрашен у нас тепло можно их асфальт красной краской красить не отвалится строится дом ковер лежит при входе это нам нужен какой-то ресторанчик мексиканская семья ничего особенного в этом даунтауне дорогие магазины смотрю чем у чикос недорогой чикос это это ну так средняя цена для пожилых людей пожилых женщин одежда вот а там видела бутики чикос white and black белая черная тоже такое для женщинам за 35 это по всей америке одинаковые магазины чикос белая черная а файф он офис наверно вот этот и в сами нет есть магазин но фиф савинин называется очень дорогой в очень больших городах в америке расположен вот здесь дорогие магазины ну сейчас все закрыто сегодня день благодарения 24 туда пошла такая линия пальмы обкручены новогодними этими гирляндами все же светится вечером новому году они начинаются в конце сентября все обкручивать бутики но все закрыто сегодня парковка кстати надешают в этом бесплатная в городе на даже прям удивление было но они же платят очень большие налоги на дома здесь потому что дома огромные миллионные стоимостью поэтому город богатые он позволяет себе сделать парковку бесплатно вычищены вылезанным у айдис building nice right до бэнк я на мин building банк банк расположен красивое здание честь банк честь что-то там еще ресторана hotel вот единственный бутик открыть сегодня но заходить не будем там все равно не разрешат с ним он ли ванн store was open right for today ресторанчики арт-студия а театр а театр а театр там театр 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 язык просунуть между зубами не театр театр если не просунете не поймут что вы хотите в театр да один единственный был магазин тут открыть все остальное эти бутики закрыта на эти национальность на улицах я смотрю все такая белая белая нет не латиноамериканца очень мало основном есть они конечно работают в сервисах эти люди да кто же обслуживают конечно ювелирный магазин то что нам надо и там ювелирный магазин небоскребов нет прямо непривычно что да он там даже таких маленьких городах бывает парочка высотных высотных домов а здесь нет такой элегантный такой город можно сказать даже может европейский такой не очень он и американский выглядит но южный видно что южные цветы вовсю в ноябре растут елками обкрутили уже все вечером наверно красиво конечно здесь везде лайцы лайцы-то огни мы с вами учили я увидела одеты хорошо женщин где же в основном эти всякие кофточки все шорты а увидела хорошо одеты то есть ну так классические ой какая собачка красивая собачка встречает на входе в ресторан вот рестораны коленки бокалы как положить рестораны которые со скатертями они обычно немножко дороже такой хай-класс ресторана в америке а вот это дешевле скатерти это уже что-то итальянская ну thank you you full thank you you too it's same same restaurant and we've been i see napkins i mean napkins the same maybe i don't know yeah like looks like it we'll turn around okay on the on the left yeah okay and let's wait this is kind of the end of fifth avenue uh-huh go back on the other side довольно красиво вылезано вычищено но малюсенькое такое все невысокое вот прямая как-то не американское дантиста этот самый еще какой-то офис там в этом доме вот и good cross no better wait for the white hand ok wouldn't want you to get run over ой я красивые цветы везде эти пушки стоят для подогрева вечером но вечером немножко немножко прохладно так-то может градуса 18 свежо в ноябре ресторана ждут людей по вечерам но сегодня не будет народу много и днем не будет много народу и вечером тоже потому что праздник семейные праздники день благодарения семейный и новый этот крисмос семейный тоже новый год у них почти не отвечают если отмечают так это не поймешь кто как молодежь очень любит новый год отвечает отвечают но отмечают но так-то в гости просто прийти все нет такого ажиотажа как у нас с вами по поводу нового года поэтому все русские бегут из америки на новый год в россию что в россии тусовка будет хорошая разрисованный вход а детский магазин еще один ботик открыт вот такое зданице здесь так обувь ага я вижу пикали нас этот компания где-то 150 стоимость обувки нужны он ажа сапога здесь не очень продают туфли я имею ввиду сандали туфли 100 150 стоит этого я но я не вижу там цену я знаю сколько стоит эта фирма открытая сегодня надо же но снимать там нельзя но их вот ну как симпатично все здесь правда так хороший такой город это город богатых людей вот я спросила про большое здание есть или нет сказали там они все смотрят а картинная картина продается сказали что большие здание она есть на пляже то есть около пляжа построены большие дома ракушки флоридские продаются большие дома на пляже вот высотные а так нет этого даунтауна в привычном понимание этого слова то бишь здесь так жарковато становится знаете уже наверно более чем двадцать пять может мне здесь присесть пока он кофе купить вот кофе в эту жару конечно но горячего иногда хочется с чаем у них проблематика вот это вот еще но я заказываю в ресторане говорю чай мне принесите они чай из этого удивляются задумывается задумывается потом спрашивают холодный хочется сказать пошла вот с холодный чай пьют американцы пьют айс ти называется айс лёд чай айс ти холодный чай с лимоном и у них он варится раз в день утром а потом его это разливают не разливают смысле это дают тебе то есть по моему он не свежезаварен он всегда в таких вот кадушечках открываешь краник и наливаешь вот но чё еще вам рассказать пока жду здесь аксессори с вот учим английские слова аксессори с этой тем аксессуары ну то есть всякие там кошельки и ремешки тэ тэ т гифт написано дальше это этот подарки best of everything наилучшее наилучшее от всего ну так как сказать на лучше на лучшее из всего вот так вот предлог офф по моему это как у нас родительный падеж если я не ошибаюсь а ну-ка подожди офф ми ой не знаю да надо подумать конечно офф сейчас подождите может быть соображу да наверно кого чего точно наверно кого чего шадительный падеж да или как или я что-то уже это само вообще не ориентируюсь ни в каком языке так ну когда же там этот кофе будет чтобы я продолжала это съемку так неописуемая красота дальше пройти ну там солнышко это да не хочу ну пошли дальше немножко пошли я мороженое слопала здесь а ну пошли может нам мороженое съесть или не есть мы сегодня идем на званый ужин конфетки здесь очень дорогие вот эти вкусненькие конфетки штучка штучка доллар стоит на 50 не доллар 50 центов ужасные цены значит это мы сегодня идем на званый ужин и и это приглашены и сказали нам ничего не есть потому что там вы с кюзмином сары будет очень много еды они тут мороженое пробовать пока не на пробует его очень много будет еды и я мы старались съесть в этом ресторане а немножко и все равно я взяла этот бергер называется немножко а это печка блинчиков печка блинчиков по нашему блинчике по их нему это вафли и они не такого вкуса по-моему мы потерялись они не такого вкуса как наши русские блинчики мне кажется мы потерялись догонит вот так ну чё еще обувный магазин хорошо в празднике что людей нету если бы не праздник здесь было столько народу о ой господи аллигатор а я спросила вот эти аллигаторы которые воруют собакой лопают да что одна голова осталась от аллигатора это спросила какие они большие сказали очень большие бывает и четыре метра вот такие здоровые здоровые это снеговики во флориде ленте к новому году декорейшн да умирите не встать как мне только приехала помню показываю в магазине елки продаются новогодние то все а мне наши говорят ну как те какие там елки какой там новогодний если люди все в шортах ты горит елки показываешь они в шортах ходят вокруг точно красиво да очень красиво так вот это вот театр вроде бы как театр я так идем дальше вот еще такая декорация в городе сделали красивый санта клаус сани так это может забанить ютюб с музыкой с этой цветочки тут люди здесь хорошие выглядят то есть нормальными умные лица лица умные богатые люди с умными лицами смотрим сколько что стоит значит так вот такой дом цена есть нету нет цены даже чушь они не пишут то адрес написан а это не пишется так повторяю это город наиболс в этом ураган очень сильно пострадал его везде показывали по всем видеоканалам вот бедные потому что ну потом потому что и южный ну так он находился под урага с ураганной территории то есть ну здание говорят не разрушены что-то там у кого-то оторвалось там какие-нибудь это рекламные все дела всякие зонтики всякие такого что-то немножко а но все в порядке не все в порядке с этими с растениями то есть смыла и траву и кусты и деревья поломала вот это вот было мы еще тогда по телевидению когда ураган прошел смотрели что наиболс большой беде еще сказали что красивый город значит столько там красивых домов концентрация богатых людей и более всего пострадал короче богатые тоже плачут вот так сказал ли что вот эта улица шаппинг-центр как по которую я вас провела и есть еще другая улица машины да вот смотрите какие марки здесь мерседес конвертабл конвертабл это открывающийся вот и прямо по машинам здесь приятно смотреть на машины ну есть конечно и подешевле но очень много таких хороших таких машин вот так что богатые плакали и повалила некоторые может быть и вот эти вот немножко наклонила у пальмы корень говорят как карандаш острый заточенный вот так вот как карандаш и в землю вонзается он очень глубоко и поэтому пальма стоит и с нею ничего не случится ну смотря какая конечно со старой конечно и случится ну видите я с ними же ничего не произошло только листья повалило а вот те деревья что вам показывали никого дерево красиво не какое как тело да вот как-то оно напоминает что такое тело точно такое как живое вот какое дерево красиво а вот эта крона под низ тень и они цветут эти деревья оранжевыми цветами я забыла как они называются не знаю их очень много в киевесте вообще на юге америки на юге флориды их очень много вот так я поняла что вы потерялись ну ладно я то с вами чуя лишь бы вас не потерять найдется это аллея какая-то красивая такая это же дома частные пошли туда конечно город красивый чё скажешь такой маленький ухоженный спокойный пенсионера очень много живет этих богатых то есть тоже селится не сколько молодежь а сколько люди пожилые наработали накопили я этот а про американцев сказать нельзя что они бездельники в общем массе нет а про богатых тем более вот такие дела так чикос еще раз магазин чикос учим английские слова и буквы си эйч в английском языке сочетается как че знаете да знаете вот так ну тэнки предложила мне девонька это предложила мне парфюмерный этот пробник какой-то там с кремом вот подешевле обыкновенные ресторанчики такие типа пивного бара о какие машины вау да чтоб вы так жили приезжайте к нам покупать дома называется ой какие машины какие приезжайте к нам покупать дома и машину тоже но здесь будет все дорого здесь и будет в этих бутиках все ой какие машины да что что такое одно другое лучше но здесь будет все дорого конечно в этих бутиках а в то же время и шапи центры аутлеты вот эти вот называются которые за городом куда надо ехать они как-то обычно эти аутлеты между двумя большими городами расположены ли им тремя там как-то там центре ленте здесь это граффити да но профессиональная правильно стена строится дом какой-то они его художник зарисовал правильно сделал кстати в америке граффити вот эти вот что эти вандализм эти подростки рисует очень мало в больших городах ездить это в нью-йорке а так мало нет я не знаю почему потому что полиция сразу даст пять лет тюрьмы и богу поэтому вот не делают вот это не разрисовывают памятники краской это самое но все-таки не видела вот за 11 лет моей жизни в америке не видела нигде но я где-то как-то в больших городах проезжая как-то где-то видела что нашелся этот проезжая как-то видела что вот то есть это кто-то разрисовал где-то чего-то какую-то стену там где-то около железнодорожного полотна или где-то но в америке этого мало мне кажется из-за строгости законов но все наверно про даунтаун пока находимся в даунтауне города на и пусс и в ресторане нам еще не принесли еду сейчас принесут вот такой ресторанчик к лампу там стоит свет а вот это обогревательная пушка видно вечерами когда прохладно уже ноябрь месяц сейчас у нас 24 ноября на прохладно включают это электрический нагреватель и вот так теперь никого нет сегодня совсем на улицах почти никого нет потому что сэнс гивен дэй все по гостям все отмечают же день благодарения жарят ту тюрку в общем все в семьей там сидят по домам конечно вот эти праздники но смотря на кого но я не знаю часто собираются все люди вместе и вот это вот толкотня в домах куча детей много людей которых ты мало знаешь печется это тюрка индейка и все ее ждут и ну так иногда для меня какой-то немножко скука бывает особенно когда собираются люди которых ты не очень там знаешь чьи-то друзья приходят ну так ну собственно кому что а это мы на завтраке здесь сейчас 11 часов только пришли позавтракать сейчас покажу что мы там заказали что она там нам принесет вот покажу покажу блюдо мое картофельные чипсы такие картошка сами они делаются значит этот и бергер гамбургер вот такой вот и там бекон и сыр расплавленные сверху на булке вот такое и пицца can i show and pizza ham there i thumb mushrooms and значит ветчина этот грибы там и это ветчина грибы артишок там томатный соус наверно помидоры вот так все начинаем